Здравствуйте! Сегодня я хочу показать партию, сыгранную в чемпионате Казани 1998 года. Играл я белым светом против Валеева. Итак, давайте смотреть. Е4, Е5, Ф4, королевский гамбит, ЕФ, принятый королевский гамбит, Конь Ф3, Конь Ф6, гамбит коня, Е5, Конь Х5. Эта вот дебютная книга закончилась, соперники играют уже сами, самостоятельно. Слон С4, делается такой вход, заслужил внимания вход Д4. Ж6, здесь заслужил внимания вход Д5, с перевесом небольшим у черных, так оценивать эту позицию. Но, в принципе, королевский гамбит изначально оценивается в пользу черных, с небольшим преимуществом черных. Д4, Д6, рокировка, слон Е7. Осложнить борьбу можно было ходом Конь Ф6. Здесь уравнение давал ход, вместо Ферзь Е2, сыгранного хода в партии, уравнение давал ход ЕД. Но на более сложную игру нацелены белые, поэтому играет Ферзь Е2. Рокировка, Конь С3, А6. Неторопливо играют черные. Ну вот, теперь движок оценивает эту позицию уже в пользу, чуть-чуть небольшую, в пользу белых. Поэтому можно сказать, что пока партия, ну, приобрела оригинальный уже характер. И давайте смотреть дальше. Слон Д2 продолжает развитие белые, пока не форсирует событий. С6. Неторопливо играет черные. Здесь заслуживал ход ЕД, который давал все-таки лучшую игру, наверное. Все-таки надо было предпочесть это, но ладья А на Е1. Вот такое развитие делают белые. И после хода Д5 выясняется, что перевес у черных. Перспектив у слона особо нет. Он отходит на Д3, слон Д3. И здесь следовало агрессивно играть ходом С5, взрывать белый центр. Но играют методично черные. Играют слон Ж4. Но по-прежнему позиция в их пользу. Конь Д1. Конь Д7. Конь Ф2. Слон Е6. Конь Х1. Такой оригинальный маневр проводят белые. Борьба с пешкой Ф4 продолжается. С5. Идут все-таки на вскрытие центра черные. И правильно делают. С3. Б5. Заслужил еще внимания в ход. Ферзь Б6. Но Б5, как мы видим, это атака пешек ферзевого фланга. Поэтому, в принципе, тоже хороший ход. Ж3. Наконец, белые приступают к ликвидации пешки. Ф4, которая мешает им начать игру. ФЖ. Конь ДЖ3. Конь Ж7. Ферзь Е3. Ну, вот, как мы видим, белые пытаются комбинировать. Но атака так пока еще в зачаточном состоянии находится. В то время как черные своими пешками уже готовы взорвать игру в центре и атаковать на ферзевом фланге. Но тут последовал, вместо обычного хода слон Ж4, можно было сыграть, или слон Х3, или даже ферзь Б6, последовал ход Конь Б6. То есть без расчета вариантов играют на развитие просто играют. Черные, и это поворачивает в пользу белых в позицию. Следует ход ферзь А6 и перевес уже белых в этой позиции. Ферзь А7. Ферзь А7. Ферзь А7. Вроде казалось бы по плану играют черные, но заслуживал ход Ф5. Ферзь А7. С тем, чтобы все-таки увидеть идею, что чуть ли не под матом уже находится король черных. Итак, ЦД. И здесь надо было, конечно же, продолжать идею атаки короля черного ходом Конь Ж5. Это самый сильный ход в этой позиции. Ну, не торопятся пока белые, играют ЦД, и позиция вновь уравнялась. Но совершают вновь, по плану делают ход Конь С4, но он, скажем так, не по позиции этот ход. Следовало играть Ф5, защищаясь от угрозы Конь Ж5. Последовал ход Конь С4. И здесь вновь заслуживал внимания ход Конь Ж5. Выясняется, что вынуждены отдать своего чернопольного слона черные. Ну, давайте вот посмотрим вариант, который приводит к выигрышу белых. Конь Ж5 грозит мат на А7, поэтому приходится брать слон Берк Ж5. Слон Берк Ж5. И в этой позиции уже сложно дорог любой совет. Ну, допустим, Ф6, Е, Ф. Пытаюсь высовываться, но, как мы видим, пешка Е переместилась на поле Ф6. Ферзь Д7. Следует просто-напросто выигрыш фигуры при продолжающейся атаке. Ладья Берк Ф1. Ладья Берк Ф1. Король Берк Ф1. Ферзь Ф7 шаг. Король Ж1. Конь Берк Б2. И здесь, в принципе, мы видим, что лишняя фигура у белых и никаких перспектив в позиции черных не видно. То есть, просто достаточно отступить на Б1, либо на С2 белопольным слоном. И все активные ходы коня черных заканчиваются. Наступает стадия просто разменов и реализации лишней фигуры. Вот так надо было сыграть. Но Слон Ж5 ход идейный, конечно. То есть, просто-напросто поставить мат. Хотят белые. Но, естественно, не обязаны меняться черные. Они играют Ф6. Еф. Слон Берк Ф6. Но против хода Слон Ж5 следовало все-таки, наверное, пуститься во все тяжкие ходом Конь Берк Б2. Конь Берк Б2. Слон Берк Е7. Ферзь Берк Е7. Конь Ж5. Но... Придется за две легкие фигуры отдавать Ферзя. Ферзь Берк G5. Из-за угрозы Мата приходится отдавать Ферзя. Ферзь Берк 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 Дж5. Конь Берк Д3. И, в принципе, можно сдаваться. То есть, по силе этот ход слон g5 также, в принципе, хорош оказался. Итак, вернемся к партии. Было сыграно, значит, f6, ef. Здесь упорнее было сыграть ладья бьет f6, но не хотят пока отдавать материал черные. Слон бьет f6, ферзь бьет f6, конь g5. Угроза мата, ферзь бьет d4, попытка откупиться от мата, король h1. В этой позиции уже дорог хороший совет, то есть, в принципе, под матом находятся черные, и что-либо сделать не представляется возможным. Ладья бьет f1, например, ладья бьет f1, слон f5, то есть, король намеревается убежать через поле f8 на e7, но следует просто-напросто удар, конь бьет f5. Фигуру, естественно, надо брать, gf. ладья бьет f5, и здесь сдались черные, ввиду того, что от мата им не удается убежать, и теперь даже откупиться ферзем не удается. Ну вот вариант, давайте посмотрим. То есть, после ладья бьет f5, единственный продолжающийся ход у черных. Это ферзь бьет f4, ферзь бьет f5, конь d6, ферзь бьет h7 шах, король f8, конь e6 шах, король e8, слон g6 шах, конь f7, ферзь бьет f7 ма. То есть, от мата спасения уже нет. Поэтому, после хода ладья бьет f5, не дожидаясь добивания, черные сдались. Все, на этом все. Спасибо за внимание.